Как и где поменять водительское удостоверение? Какой срок действия у него? Где получить новое и можно ли заменить право раньше? Какие документы нужны на замену водительского удостоверения? Когда нужна медсправка для замены прав? Ответы на эти вопросы узнавала Альбина Ламкова. Водительское удостоверение выдается на 10 лет, а затем меняется. Те, кто постоянно живет в России, могут получить его в любом подразделении ГИБДД. Существует три варианта замены прав. В ГАИ, через МФЦ и на сайте Госуслуг. Это самый быстрый и удобный путь. Какие необходимо внести документы? Обязательным предоставлением является медицинское заключение о состоянии здоровья. То есть, другими словами, медсправка, водительское удостоверение, срок действия которого истек, и подать заявочку, оплатить госпошлину. Но госпошлина по замене в получении водительского удостоверения – 2000 рублей. Очень удобно в портале его оплатить. Необходимые действия – это ввести номер карты и осуществить оплату. После оплаты госпошлины портал пришлет уведомление с пин-кодом. Без этого номера вы не сможете встать в электронную очередь и пропустите назначенное время. Процедура по замене водительского удостоверения в межрайонном регистрационном отделе занимает около часа. На месте фотографируют, оформляют водительское удостоверение и выдают. По замене водительских удостоверений в среднем ежедневно обращаются от 15 до 30 граждан. Это только замена водительского удостоверения. Также у нас в подразделении оказываются услуги и по первичному получению водительского удостоверения, и по открытию категорий. К примеру, если у гражданина уже была категория АБ открытая, необходимо открыть, например, категорию Д, С гражданам, необходимо пройти соответствующее обучение в автошколах. Замена водительских прав по истечении срока действия – не единственная причина для их продления. В случае утери или хищения жалоба подается в экзаменационное подразделение, предоставляющее государственную услугу о получении нового водительского удостоверения. Здесь гражданам дается выбор. То есть, если у гражданина срок истечения еще довольно велик до окончания срока действия, ну, к примеру, скажем, водительское удостоверение национальное действует 10 лет. Если утеряли и срок истек, допустим, года 2-3, человек может не предоставлять медицинское заключение и получит новое водительское удостоверение на оставшийся срок действия. Но гражданин имеет право предоставить в этом случае и медицинское заключение, и тогда он уже получит водительское удостоверение новое со сроком 10 лет. Чтобы автомобиль мог стать полноценным участником дорожного движения, его нужно зарегистрировать. Регистрация осуществляется в межрайонном регистрационном отделе госавтоинспекции. Период его действия не ограничен и не требует постоянного продления. Однако в некоторых случаях регистрацию могут делать на ограниченный срок. Тоже очень удобно воспользоваться порталом госуслуг, подав заявочку. Портал подсказывает гражданам и в этой сфере порядок действий и необходимый список документов. В первую очередь, это, конечно же, при смене собственника транспортного средства, это договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, свидетельство транспортного средства о регистрации. Также необходимыми являются и обязательными к предоставлению диагностическая карта и страховой полюс. В регистрационно-экзаменационном подразделении госавтоинспекции обрабатываются от двух до двух с половиной тысяч заявлений граждан в месяц. Это касается замены и выдачи водительского удостоверения, также регистрация транспортного средства. По водительским удостоверениям в среднем обрабатывается с положительным решением в месяц около 620 заявлений. Бывают, конечно, и отказы. По регистрации транспортных средств гражданам отказывают в случае, если на транспортном средстве, к примеру, есть ограничения. То есть полный список отказов, причин для отказа определен в нормативных документах. Это регламент 950. Водительское удостоверение в межрайонном регистрационном отделе можно получить во вторник, среду, четверг и субботу. Время приема документов осуществляют с 9 до 18 часов. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия.